выгрузка текстов каждой из 10000 одной новости займет больше времени чем выгрузка джейсона об этих новостях потому что придется заходить на сайт у каждой из ссылок чтобы не оказалось что эта работа напрасная полезно предварительно изучить уже выгруженную информацию поэтому в этом видео я работаю с анонсами новостей активирую pandas в интерактивном поле ввожу имя файла который я сохранил когда работал с предыдущим файлом вызвал pandas чтобы он открыл из excel я этот файл поищу в анонсах слова вирус и паника сначала вирус слова вирус лексически проще поэтому искать его проще есть несколько вариантов как найти дата фрейме слова первый вариант это использование функции contains посредством которой можно искать слово чтобы поиск был менее ограниченным я буду искать не слово целиком а корень причем без первой буквы потому что первая буква может быть и прописной и строчной индексирую это фрейм df указывая что мне нужен только столбец анонс и применяю к этому столбцу функцию контейнс но поскольку эта функция применяется к строковым объектам чтобы она применилась к столбцу следует еще такую прокладочку указать стр выдача представляет собой наборы false или true если ячейки содержится искомое слово то если не содержится то false сохраняю результаты в новый столбик деф вирус и узнаю сколько там трушных ячеек 1340 1340 новостях из 10000 1 в анонсах употребляется слово содержащие в своем составе буквы и р у с не факт что это вирус может быть какое-то другое слово похоже лексически но вряд ли для вируса можно найти много похожих аналогов в этом чанке я вывожу только те строчки дата фрейма в которых удовлетворяются условия и рус есть 1340 строчек фактически я произвожу здесь индексирование сначала я указываю столбец в котором надо искать а затем я указываю условное выражение согласно которому надо искать вот она условное выражение в пайтоне проверка равенства производится посредством двойного знака равенства чтобы избежать проблемы с вариантами прописного и строчного написания первой буквы можно привести все слова в анонсе к нижнему регистру для этого используется функция lower и снова и требуется прокладочка виде стр я перезаписываю столбик вайрус содержимое столбика анонс но в нижнем регистре при помощи команды дисплей я могу вывести сразу оба дата фрейма вот они можно видеть что незадолго с большой буквы в анонсе а в столбике вайрус это уже маленькая буква и все остальные буквы здесь строчные а здесь есть прописные потому что это исходный столбик анонс а это столбик вайрус здесь я снова перезаписываю столбик вайрус значение true и false если контейнс выполняется то true если не выполняется то false и считаю при помощи суммы и вижу что снова 1340 таким образом на поиск слова вирус не повлияло снижение регистра как было 1340 так и осталось 1340 второе слово паника с ним труднее можно попробовать применить тот же первый вариант действий по корню без первой буквы трушных ячеек нашлось 24 вывожу только те строчки дата фрейма в которых ячейки трушные и беру одну конкретную ячейку с индексом 42 и действительно здесь есть слово панику снова попробую снизить регистр два столбика с исходным анонсом и после снижения регистра и повторяется история 24 ячейки содержит панику то есть и здесь снижение регистра картину не поменяла проблема в том что по такому запросу может найтись и слово к примеру каникулы как мы увидим так и произошло реально нет двадцати четырех ячеек содержащих панику и производные этого корня кроме того корень паник имеет чередование последней буквы может быть и по нич это еще усложняет ситуацию поэтому оптимальным представляется третий вариант поиск посредством регулярных выражений регулярные выражения это библиотека которая тоже встроена в на конду поэтому ее тоже надо просто активировать посредством импорта эта библиотека позволяет находить различные последовательности символов подчиняющиеся некоторому правилу например такое правило любые символы в любом количестве кроме нуля собака снова любые символы в том количестве кроме нуля точка и буквенные символы этому правилу подчиняются все или по крайней мере большинство электронных адресов email адресов в регулярных выражениях есть функция find all у нее два аргумента что надо искать и где надо искать синтакс аргумента что надо искать включает себя строковый объект то есть кавычку пред которыми стоит буква r в квадратных скобках указывается что может стоять на этом месте в данном случае оказалось что может быть и большая по и маленькая а здесь что может быть и к и ч можно указывать в каком количестве если меня интересует просто поиск данного корня с вариантами чередования краящее и строчной и прописной первых букв то меня удовлетворит и такое написание определю функцию которая будет записывать в отдельный столбик нашлась паника в анонсе или не нашлась но предварительно мне требуется очистить дата фрейм от строчек в которых по столбцу анонс имеются пропуски этого есть несколько вариантов действия сейчас здесь реализую условную конструкцию снова условная конструкция индексирую дата фрейм по следующему условию что в столбце анонс выполняется функция из нул действительно здесь есть такие строчки столбце анонс отсутствуют данные избавлюсь от этих строчек снова при помощи индексирования но теперь я ставлю false потому что мне нужны строчки где не выполняется это условие и сохраняю в новый дата фрейм df1 на всякий случай еще раз записываю столбец паник результат работы функции контейнс чтобы затем сравнить с результатами работы регулярных выражений проиндексировал df1 по условию чтобы ячейки были трушные вот эти строчки возьму индексы этих строк индекс этих строк 42 1397 так далее записываю в новый объект индексис 24 индекса записал индексис к ним я еще верну чуть позже теперь записываю в столбец паник результат работы регулярных выражений причем делаю это посредством определения безымянной функции лямбда определение безымянной функции не требует записи ее в отдельном чанке ее можно записать прямо сразу после функции apply функция apply позволяет применять определенные вами функции к столбцу дата фрейма так . apply скобочки лямбда дальше идет лямбда это имя функции текст это аргумент функции может быть любое имя это как итератор может называться бы совершенно по-разному на ваше усмотрение поскольку я забираю текст из анонса поэтому называю его текст и дальше идет синтекс лямбда не самый простой посередине стоит условия если функция find all относящийся к регулярным выражениям внутри текста текст это аргумент находит пустой список то отправляется в лс если то что нашла это не пустой список то отправляется на лево и выдает то что стоит перед условием это как раз и есть результат работы регулярных выражений то есть то что она нашла подастся столбик паник если там не пустой список если же пустой список то в столбик паник подастся нам то есть будет там пропуск и в большинстве ячеек столбика паник конечно же пропуске потому что как мы помним паника довольно редко встречается но оказывается что она после работы регулярных выражений встречается вообще всего лишь шесть раз теперь я снова используйте индексы которые я здесь записал при помощи команды лог проиндексирует это frame 1 то есть возьму только те индексы которые здесь записал и посмотрю столбик паник оказалось что большинстве ячеек этого столбца после индексирования стоит нам как же так мы это думали что контейнер все нормально нашел оказалось нашел что-то лишнее или регулярные выражения сработали некорректно очевидно 42 строчки это фрейма паник есть а вот в 1397 вроде как нет хотя функция контейнс что-то там нашла похоже беру конкретно эту ячейку и оказывается что вместо паники там были каникулы но последовательность а ник здесь имеется поэтому контейнс пометил эту ячейку как трушную в реальности только в этих строчках встречается слово паника это важный результат потому что я уже не первый раз работаю с выдачей рбк и оказывается что выдача по запросу китай и выдача по запросу китайские либо вообще не пересекается либо очень слабо пересекается поэтому для полноценной реализации глобальной цели поставленной первым видео следует подать на портал рбк несколько запросов китай китайский возможно еще какие-то и потом объединить это фрейма удалив дубликаты а здесь продолжим предварительную обработку того что было собрано с портала рбк формате джейсон очень важно обработать дату и время хотя бы потому что форма запроса на портале рбк не позволяет задать временной диапазон с указанием конкретных дат начале и в конце этого диапазона внутри джейсона побеждает выглядит как строковый объект его надо превратить числовой объект что можно было сортировать и удобно индексировать для начала я использую регулярные выражения чтобы из строкового объекта достать месяц и год backslash с означает пробел то есть на этом месте должен ставить пробел плюсик означает что букв подряд может быть много а не одна буква латинского алфавита из этого перечня причем перечень задает и прописные строчные буквы латинского алфавита backslash и d означает что на этом месте должна стоять цифра четыре цифры подряд предполагаются в рамках этого условия при помощи безымянной функции лямбда я использую те самые регулярные выражения которые записал строчкой выше что применить ко всему столбику побеждает и записываю в новый столбик поближ м м 4 y вывожу как я и хотел это все еще строковые объекты внутри каждой ячейки содержащие пробелы я могу сделать сплит по этому пробелу и достали отдельный год и отдельно месяц сплит дает список данном случае список в каждой строчке будет лежать два объекта месяц и год индекс 1 означает что я забираю отсюда год и записываю новый столбик поближе ну поближе 4 y чтобы сохранять тот же формат записи то же самое делаю с месяцами но индексирую нулем потому что после сплита сначала списке идет месяц и потом идет год достаю месяц поскольку индексируем дальше из столбца который только что создал забираю все месяцы удаляю дубликаты сортирую и получаю список всех месяцев года алфавиту теперь мне надо присвоить им числовые аналоги я формирую новый список причем прописываю вручную что апрель 4 август это 8 декабря 12 и так далее и наконец соединяю в одном новом дата фрейме month.df номер месяца я использую в качестве индекса задаю это при формировании дата фрейма теперь могу в моем главном основном дата фрейме df1 создать новый столбик publish м н н который содержит в себе числовые аналоги месяцев записываю что сначала в этом столбике ничего не будет затем шапка цикла цикл for in причем здесь диапазон не числовой здесь диапазона выступает содержимое столбца это фрейма month.df 12 месяцев и составляет тот диапазон в котором будет меняться итератор то есть итератор будет по очереди принимать значение апр аук дек и так далее внутри цикла я записываю причем снова используя условную конструкцию если в столбце который я создал раньше который содержит месяцы в буквенной записи выполняется это условие то есть на первой итерации содержимое этого столбца равняется апр тогда я забираю из этого же дата фрейма строчку под номером который мне дает вот это выражение столбик month должен быть равен опять же апр вот он индекс этой строчки 4 атрибут индекс который я уже использовал здесь снова использую поскольку в выдаче будет несколько элементов списке я забираю первый элемент то есть ту самую четверку и таким образом индексирую это дата фрейм беру из него фактически значение этого индекса и подставляю столбик publish ммн вот пожалуйста выложу сортирую по дате публикации хотя скорее всего они так отсортированы будут подать публикации для удобства дальнейшей сортировки создаю еще один столбик который будет включать в себя строковые объекты но только не в том порядке что идет сначала месяца потом год в обратном сначала идет год и потом месяц числовой при помощи функции стайп я превращаю годы из столбца publish 4 века строковый объект для того чтобы дальше можно было соединять посредством плюса с другими строковыми объектами и таким образом соединяю получаю вот такие строковые объекты каждой ячейки записываю отсортированный список из этих дат в новый объект побеждает лист чтобы затем этот список использовать в графическом представлении моих данных так еще раз здесь упорядоченный по убыванию список дат в которые происходила публикация новостей выданных мне порталом rbk по моему запросу по слову китай ну и например я могу видеть что последнюю дату то есть эта дата соответствует последнему элементу списка publish date list индекс минус 1 последний элемент был 213 публикации по моему запросу перехожу к формированию графиков сначала нужен цикл формирую пустой список virus list и дальше я обращаюсь к каждой дате из publish date list и проверяю были ли столбце вайрус какие-то публикации за эту дату и считаю и записываю вайрус лист через функцию append получаю список списков списке много элементов и каждый из этих элементов содержит в себе список из двух элементов дата и число сколько было публикации вайрус лист перевожу формат вайрус дф задаю столбце дэйт и меньшим упоминание и строю график для этого я использую библиотеку matplotlib размер предполагаемого графика источник данных для оси и легенда каждой оси размеры шрифтов подписи расположения эта строка нужно для того чтобы сохранять полученный график в отдельном файле и демонстрация графика и так мы видим довольно равномерное распределение во времени упоминаний до последних периодов сплеск и падение что наверное логично то же самое по тому же самому алгоритму проделываю для слова паника и вижу что давние даты она не упоминалась упоминание учащается именно в последние периоды и видим они соответствуют друг другу на графиках этот пик и этот пик следующем видео перейду к сбору текстов новостей и и и и